Те, кто смотрел предыдущее видео, которое называется «Животный белок – это не строительный материал», наверняка очень сильно удивились, когда увидели, что вышло новое видео, которое называется совершенно противоположным смыслом «Отказ от мяса опасен для жизни». Некоторые из вас, наверное, могут сказать, да она совсем того, она кидает из стороны в сторону, и я знаю, что наверняка такие комментарии будут, потому что эти темы поднимались уже неоднократно на моем канале, и я даже специально провоцирую подписчиков на самого разного рода комментарии на эту тему, и они всегда вызывают какой-то ажиотаж под видео, когда речь заходит о мясе. Вверху по ссылочкам вы можете посмотреть более ранние мои видео, которые также касались темы мяса. В одних видео я рассказывала, как я пыталась отказаться от мяса, в других видео я рассказывала, почему завершилась провалом моя попытка перейти на веганство. Еще в каких-то видео я искала различные убедительные факторы для того, чтобы объяснить свою сегодняшнюю позицию, позицию умеренности. Я являюсь противником каких-то радикальных фанатичных мер. То есть я никогда не выступаю за то, чтобы полностью отказаться от мяса. И я никогда не выступаю за то, чтобы придавать ему слишком большое внимание и значение. И в этом видео я хочу объяснить, почему умеренное, разумное отношение к потреблению животного белка обеспечивает нам здоровье, а вот полный отказ от него очень опасен и может даже привести к довольно тяжелым последствиям. Это не какие-то там мои теоретические выкладки, какие-то притянутые за уши рассуждения. Я основываюсь только на практическом опыте. Я всегда основываюсь только на практике, потому что практика – это самый лучший доказательный фактор. Я пробовала разные форматы питания и в конце концов я пришла к своей единой системе, которую я считаю очень разумной, очень умеренной и приносящей здоровье. За эти годы, пока я консультирую людей, я часто встречаю крайние меры – радикальные отказы от мяса, либо фанатичное потребление мяса. И смотрите, что я наблюдаю, какую картину. Когда человек слишком большое внимание уделяет потреблению животного белка и ставит его в главу угла и считает, что без животного белка, без мяса вообще невозможно строительство человеческих тканей, что жизнь вообще невозможна без мяса. И такой человек слишком много ест животной пищи. В итоге его организм не справляется с полноценным перевариванием, усвоением этой пищи. А неполноценное усвоение пищи приводит к тому, что в тонком кишечнике нерасщепленный животный белок подвергается процессу гниения. А это одна из причин возникновения воспалительных процессов в организме. А воспалительные процессы – это всегда болезни и другие тяжелые последствия. Люди, которые приходят с различных типов питания, в которых слишком большое внимание уделяется животному белку. Ну, в частности, даже вот это пресловутое распространенное ПП, которым многие увлекаются, в том числе спортивное питание, оно очень сильно замешано именно на животном белке. И часто люди, которые практикуют несколько лет такое питание, приходят просто уставшие от того, что их организм тратит слишком много энергии на пищеварение, на расщепление животного белка, и на жизнь энергии просто не остается. И вот теперь мы подходим к теме нашего сегодняшнего видео, почему другая крайняя мера. Отказ от животного белка опасен для жизни. И здесь тоже я видела неоднократно такие примеры людей, которые приходят именно с полной разбалансировкой. У них рушится нормальная работа пищеварительной системы, нервной системы, страдают выделительные системы. И всё из-за чего? Из-за того, что они однажды сознательно отказались от мяса или от животного белка полностью. Обычно такие люди сразу гордо заявляют, я уже пять лет не ем мясо. Или я уже десять лет не ем красное мясо. или что-то в этом роде. И люди обычно заявляют об этом очень гордо. И им кажется, что это какой-то важный и мужественный, какой-то героический поступок, который они совершили, что они отказались от мяса. И вот здесь, смотрите, самое главное, что у этого вопроса есть две стороны. Первая сторона – это когда отказ от мяса у человека происходит по физиологии. Физиологической потребности, а именно потому, что его организм отторгает мясо, не усваивает его, не может его переварить, расщепить. И человек испытывает действительно физиологические проблемы, трудности. Он просто плохо себя чувствует. И у него есть признаки даже интоксикации. Если он составляет себя есть мясо, но оно у него не усваивается или усваивается очень плохо. И вот тогда вот такой отказ по физиологической причине, он обоснован. Он действительно имеет под собой здравую почву. И если при этом человек не ставит себе как цель отказаться полностью от животного белка, но убрав мясо, он ест какую-то другую животную пищу, предположим, рыбу, яйца или сыр, то ничего критически такого страшного не происходит в его жизни. Как я уже говорила в своем прошлом видео, животный белок, то есть мясо прежде всего, речь о мясе, не является в действительности на 100% строительным материалом. Это всего лишь один из кирпичиков нормального функционирования нашего обмена веществ в силу того, что мясо обладает достаточно большим количеством витаминов и минералов в готовой форме. Поэтому отказ от мяса, но если в питании оставлены другие животные продукты, ничего не меняет в жизни человека в худшую сторону, все происходит нормально. То есть человек получает питательные вещества из других животных продуктов, также из растительных продуктов. Если у него все выстроено правильно, по законам естественного питания, то он здоров и с его обменными процессами все в порядке. Но бывают другие ситуации, и вот именно эти ситуации приводят к печальным последствиям. Это ситуация, когда человек отказывается от мяса не животом и не физиологической какой-то потребностью, а именно разумом, и сознательно убирает из своего рациона мясо, в то время как его организм продолжает его просить. В то время как живот по-прежнему продолжает испытывать потребность в мясе, но человек проявляет, как ему кажется, высокую осознанность или какую-то неимоверную силу воли, и отказывается от мяса именно ради таких благих намерений, якобы он делает себе благо. И вот такой отказ от мяса всегда чреват плохими последствиями. Что происходит в организме человека, когда мы сознательно отказываем себе в каких-то питательных веществах, которые организм настоятельно требует? Когда речь заходит о нормальных продуктах питания, я сейчас не рассматриваю там какие-то сладости, вот эти мучные изделия, которые не являются естественной потребностью. Это всего лишь ублажение рецепторов. Но когда речь заходит о нормальной еде, о естественных продуктах нашего питания, таких как животные продукты, растительные, жиры, то всегда нужно слушать прежде всего, что просит ваш организм. Меня часто там задают провокационные вопросы, там, а что делать, если мой организм просит тортиков? Я не рассматриваю серьезно такие запросы, потому что это не организм просит тортиков, а это у вас просто сахарная зависимость. Но если организм просит мясо, то нужно понимать, что действительно в данной ситуации, вот сейчас, в данный момент, ваш организм готов получать питательные вещества именно из мяса. Но если вы себе в этом отказываете, то он не готов их синтезировать из другой пищи, если это растительная пища, например. То есть он не готов синтезировать аминокислоты, он не готов синтезировать витамины из такой растительной пищи. Почему? Потому что он просто к этому еще пока не приучен. Есть люди, которые годами себя тренируют и постепенно переходят на веганский стиль питания, но здесь нужна именно длительная подготовка и длительное вхождение, когда организм постепенно начинает привыкать к усвоению и синтезу необходимых питательных веществ из растительной пищи. Но если сделать резкий переход, то есть было традиционное питание, питался мясом, все как обычно, а потом раз и резко убрал мясо и перешел на растительную пищу, то здесь не происходит вот этого быстрая адаптации организма к такому переходу, и человек просто теряет источник питательных веществ. Он может это терпеть какое-то время, он даже может это терпеть несколько лет. Но в итоге, когда проходит несколько лет вот в этой борьбе между желаниями организма и какими-то установками в голове, человек впадает в состояние сильнейших дефицитов по питательным веществам. И когда человеческий организм входит в крайнюю степень вот таких дефицитов по питательным веществам, то происходят необратимые вещи, начинается полный хаос в организме. Мы зависимы от еды, мы, люди, не можем существовать без еды. Поэтому, когда мы себя сознательно лишаем чего-то необходимого, наш организм до последнего будет бороться за то, чтобы пытаться выжить в этих условиях. Но, в конце концов, ресурсы его не безграничны, и он не может существовать без подпитки, хотя бы периодической. Если вот такой человек, который сознательно отказывается от мяса, хотя бы иногда давал себе вот эту пищу животную, то, возможно, его организм вполне бы удовлетворился этим и жил в здоровом режиме, если бы хотя бы иногда получал эти питательные вещества. Я, например, знаю примеры таких людей, которые едят мясо кто-то раз в неделю, раз в месяц, раз в полгода, некоторые даже раз в год едят мясо. И это всегда очень индивидуальная история, потому что каждый организм будет индивидуально приспосабливаться к режиму употребления животной пищи. Но когда она полностью отсутствует, несмотря на потребности организма, то вот эти дефициты приводят к таким состояниям, что вернуться назад в нормальное состояние порой бывает чрезвычайно трудно и могу даже сказать, что и невозможно. И я была свидетелем таких случаев. Их, правда, к счастью, было очень мало, когда состояние человека было настолько плачевным, что просто опускались руки от того, как невозможно было подобраться к нему, потому что там не только была разбалансировка по каким-то физиологическим моментам, но просто крышу сносило у человека от того, что психика его рушилась из-за того, что долгое время не было животных жиров в питании, животного белка хотя бы в умеренном количестве, что человек долгое время проводил на сыром питании, на сырой растительной пище. Особенно плачевны результаты таких горе-сыроедов, которые где-то услышали там, что вроде бы как это такое очищающее питание и можно полностью избавиться от болезней. Теоретически, да, можно, но практически наш организм не готов сыроедить, если вы лет 20, 30, 40, 50 или более жили с присутствием мяса и с присутствием вареной еды. И когда вдруг вас осеняет, что оказывается можно быть здоровым на сырой растительной пище, и вы в сознательном возрасте начинаете уже менять вот это отношение к еде и убираете то, из чего вы раньше получали питательные вещества, организм не может к этому приспособиться, тем более в таком взрослом состоянии. Он просто, он предает вас, ваш организм предает вас, он теряет возможности нормального функционирования. Люди, которые долго отказывали себе в животной пище, преодолевая желания, часто не могут справиться со своими эмоциональными всплесками. У них могут быть приступы истерики, часто они плаксивы, и они не могут даже объяснить, почему они плаксивы. У них депрессия, у них перепады настроения, такие сильнейшие, которыми они даже уже не могут руководить. Этим людям трудно взять себя в руки. Вот такие печальные последствия мы имеем. И если все системы человека приходят в разбалансировку, то собрать его опять заново в нормальное состояние бывает очень трудно. Когда приходит такой человек, и ты предлагаешь ему начать постепенно, аккуратно вводить животную пищу, здесь тоже бывают две крайности. Либо человек продолжает сопротивляться, потому что он уже, в его голове уже выстроилась схема, что он не имеет права есть мясо, и здесь уже идет отказ, даже не на уровне живота, а на уровне каких-то психических восприятий. Либо человек набрасывается на мясо после долгих лет воздержания, и это еще одна крайняя крайность, когда организм не в состоянии справиться с расщеплением такого большого количества животного белка, и начинается отравление, интоксикация. То есть смысл в чем? Вывод, который я хочу сделать в завершении этого видео. Не надо никогда впадать в крайности. Мясо является одним из естественных продуктов питания современного человека, к которому мы привыкли. Да, возможно, когда-то, очень давно, мясо явилось вынужденным продуктом питания, потому что, наверное, не было растительной пищи по каким-то климатическим условиям, и человек был вынужден перейти на животную пищу. И выжили те, кто сумел подстроиться под пищеварение с животным белком, и чьи системы адаптировались. Те люди выжили и передали это генетически следующим поколениям. И так человечество стало всеядным, и мы стали употреблять и животную, и растительную пищу. Поэтому это нормально, что мы едим мясо. Главное – это разумное отношение к нему. И еще, почему я считаю, что видовая, основная, естественная пища человека – это все-таки растительная еда, плоды, а мясо – это вынужденная пища, пища стратегического назначения. Просто потому, что, когда мы берем в руки какой-то плод, фрукт, что-то растительное, то это пища, которая готова к употреблению, и она, как правило, хорошо пахнет, вкусно, она вкусна и сочна, и ее приятно есть в готовом виде. Вот так, как она росла на ветке, вот именно в таком виде ее прям можно взять и съесть, и она очень привлекательна, и она приятна для наших рецепторов и для нашего организма. Но попробуйте взять кусок мяса, я уже не говорю про сырое, потому что сырое мясо мы вообще практически не умеем расщеплять и усваивать, но даже возьмите просто кусок вареного мяса, которое вы просто сварили даже без соли, и попробуйте съесть такой кусок мяса. Я уверена, что вам это не понравится. Когда мы говорим про приготовление мяса, мы всегда подразумеваем, что это будет какой-то способ приготовления, включающий дополнительные ингредиенты. Это соль, это специи, это приправы какими-то травками, овощами, это что-то такое вкусно приготовленное, что приятно пахнет и что приятно есть, и что приятно во рту. Но на самом деле эту приятность мы создали сами, своими руками. Вот поэтому я и говорю, что мясо – это приспособленная еда, а растительная пища, плоды – это естественная еда. Но мы с вами живем в такое время, когда мы вынуждены питаться и естественной едой, и приспособленной едой. И мы научились извлекать из всего этого пользу. Поэтому давайте не будем впадать в крайности, давайте будем есть умеренно нормальную, естественную еду, которая окружает нас в этом мире, которая максимально приближена к естественной еде, к природной. И будем получать от этого здоровые результаты. И тогда нашей жизни и здоровью ничто не будет угрожать. И моя мечта, чтобы в комментариях под моими видео на тему мяса или не мяса вегетарианцы и мясоеды никогда больше не ломали копья друг об друга, не брызгали слюной и желчью друг на друга, и не отстаивали каждой своей радикальной позиции. Потому что, на мой взгляд, всегда побеждает золотая середина.